Актёры, режиссёры, художники, костюмеры, бутафоры. Для гостей вечера это была редкая возможность увидеть всю труппу в полном составе. На сцену один за другим выходили служители Малипомены. В день рождения Саровского театра именно они получали поздравления и награды. Те, кто увлекает зрителя в удивительный мир драматургии. Создают для нас потрясающие смыслы, потрясающие эмоции. И в этом плане мы им всегда благодарны, мы всегда ждём встречи с ними. Поздравления с юбилеем и пожелания новых творческих успехов выразили представители законодательного собрания региона, руководители города, ядерного центра и наградили работников театра почётными дипломами губернатора области, грамотами Министерства культуры региона и Сарова и благодарственными письмами. Мы свидетели того, как под этим куполом дружно уживается и классическая постановка, классический театр, и совершенно новое прочтение уже известных нам пьес с какими-то арт-идеями, порой очень спорными для нас, более взрослого поколения, но так понятно это всё молодёжь. И это, конечно, огромная заслуга всего коллектива театра. За 70-летнюю историю театра на его подмостках играли и помогали ставить пьесы не одно поколение талантливых актёров, режиссёров, концертмейстеров. На юбилейном вечере вспомнили поимённо и отдали дань памяти ушедшим коллегам. Продолжился праздничный вечер ретроспективой спектаклей, которые в разные годы были поставлены на сцене театра. Поклонникам показали архивные постановки Саровской труппы. Зрители увидели историю родного театра через призму мировой драматургии от античности до наших дней. Пьесы одной эпохи плавно переходили в другую. Как это можно? Жениться на ком попало? Ну, безрассудная молодость. Белый горячий. Старшее поколение могло оценить мастерство актёров и сравнить с постановкой прошлого века. Те, кто помоложе, получили редкий шанс увидеть отрывки из спектаклей, которые, возможно, никогда больше не будут ставиться на Саровской сцене. Елена Грязкова, Владимир Листик, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24.